Так, всем привет! Сегодня речь пойдет о вот такой штучке, которая называется механический таймер. Для чего он нужен? Его используют для того, чтобы задать программу включения и выключения какой-либо техники, скажем, лампочки или насоса. Или можно использовать его для включения света, к примеру, на даче, или для включения насоса для аквариума. В общем, для любого электрического прибора, который требует какого-либо включения или уключения в определенной последовательности, служит вот эта штука. Значит, производство, естественно, сейчас мы посмотрим, ну, китайское, конечно же, да, у нас, но сделано достаточно неплохо. Значит, 230 вольт, 50 герц, 16 ампер автомат. И максимальная мощность, которую можно пропускать через этот прибор, 3,6 киловатт. Значит, что можно сказать? Сделан, в принципе, достаточно хорошо, то есть он такой крепенький, нигде не люфтит. Сбоку есть вот такая вот волшебная кнопочка, которая задает включение и выключение данного прибора. То есть так, кто включается, так он выключается. Значит, здесь присутствует сам непосредственно диск и сама, в общем-то, розетка, куда мы включаем какой-то потребитель, источник чего-либо. Так, теперь давайте рассмотрим, как это будет работать. Так, многие спрашивают, собственно говоря, как это хреновина работает и что, собственно говоря, как с ней работать и как ее настраивать. В общем-то, сначала, изначально нужно что сделать? Вот есть здесь вот рисочка вот такая вот, да. Здесь у нас, соответственно, нанесены циферки от единички до 24. Соответственно, это вот часы в сутки. То есть нам нужно выставить определенное время. То есть вот что сейчас на... Какое время сейчас? Вот сейчас время 19 часов 30 минут. То есть мы строго по вот этой стрелочке крутим колесико на 19 часов. Вот на 19 часов мы поставили и 30 минут. Шаг, значит, прибора этого 30 минут. Есть приборы с шагом 15 минут. Ну, в общем, этот прибор можно задать с программой 48 включений и выключений. Вернее, 24 включений и 24 выключений. Ну вот, мы, короче, поставили это все дело. Дальше нам остается только задать программу. То есть если мы хотим, чтобы у нас прибор включался и выключался в определенные последности, мы, собственно говоря, и задаем. Я, как уже сказал, каждый шаг – это 30 минут. Ну, то есть, к примеру, мы захотели, чтобы он у нас выключился через 30 минут. Мы берем и, соответственно, поднимаем этот вот рычажочек. Надо взять какую-нибудь острую палочку. И, соответственно, допустим, вот так вот мы это все делаем. Вот, задаем какую-то, собственно говоря, программу, по которой потом это все у нас будет работать. Соответственно, чтобы проверить, как этот прибор работает и работает ли он вообще, мы берем, значит, удлинитель, подключенный к розетке, естественно, втыкаем в этот чудо-прибор лампочку. Вот мы воркнули лампочку. Ну, и сейчас она где-то здесь будет гореть у нас, и мы сразу увидим, включится она или нет. Да. Что еще достаточно важно? Вот этот вот рычажок, здесь, на рычажке, на этом есть, как бы, палочка и вот будильничек нарисованы. Вот в этом режиме прибор работает длительно. А, значит, в этом режиме мы, как бы, задаем ту программу, которую мы ему выставили. Да, имейте в виду, что вот эти вот, то, что мы повытаскивали, это говорит о том, что прибор вот в этот момент работать не будет. Он будет работать только тогда, когда, ну вот, когда не вытащены эти. То есть, вытащенные блокируют работу прибора. Вот, если, допустим, мы сейчас уберем, вот так вот, вот, ну, убирать, кстати, можно и пальцем просто. Включать удобнее, конечно, включать удобнее непосредственно вот чем-то острым. Вот, мы включили, значит, его в розетку, и, соответственно, теперь нам нужно перевести, и, то есть, программу мы задали. А теперь мы просто будем спокойно и, как бы, крутить, соответственно, вот это колесико, то есть, будем делать так, как будто время идет. То есть, мы начинаем его крутить. Крутим его вот по той стрелочке, как будто таймер пошел. Видите, лампочка включилась. Следующий промежуток лампочка выключилась. Вот мы крутим дальше. Опять она выключилась. Включилась. Выключилась. Выключилась. Включилась. Теперь у нас идет, вот видите, длинный-длинный круг. Она у нас включается и работает, работает, к примеру, всю ночь. Работает, работает. Доходит опять до какого-то времени и выключается. Дальше программа, собственно говоря, повторяется, как вот она идет дальше. То есть, все, включение, выключение, 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 выключение. Вот мы доходим опять до этого большого круга, включается и понеслось. То есть, как я вам уже говорил, если вот эти вот штучки приподняты, да, вот именно в этот момент ваш прибор работать не будет. Ну, что еще можно сказать? Штучка, в принципе, достаточно компактная, весит мало, работает практически бесшумно. Я думаю, что эта штуковина подойдет людям, которые, ну, можно, допустим, использовать ее на даче. Я буду ее использовать для включения-выключения насоса. Поставлю ее в определенный режим. Кто-то может использовать ее для включения и выключения света день-ночь или включения-выключения обогревателя. Стоимость такой штучки 200 с небольшим рублей. Я думаю, что в любом хозяйстве она пригодится и найдет свое место в мастерской каждого хозяина. Все, с вами был Беляич. Всех благ, удачи. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.